В отличие от седанов и лимузинов в Сенат, минивены Аурус Арсенал никогда не показывались на выставках. Однако время от времени попадались на дорогах, поскольку небольшой тираж таких машин используется в Федеральной службе охраны. А теперь однообъемник прошел официальную сертификацию, благодаря которой оказались раскрыты все технические характеристики. Скажем, теперь мы знаем, что 6-метровый 8-местный броневик весит почти 6 тонн. Несмотря на то, что по технике минивен повторяет родственный седан, выпускать такие машины на Илабужском заводе Ауруса не планируют. А значит, этот представитель семейства Кортеж адресован строго к кремлевскому гаражу. Новейшие баги Сарма-2 адресованы российской армии. Такие внедорожники засветились на недавних учениях Минобороны. Притом пресс-служба министерства даже опубликовала ролик, посвященный полноприводной новинке. Известно, что автомобиль создан на базе ВАЗовской Нивы, но имеет полностью оригинальный кузов без дверей и крыши. Соответственно, под капотом скрывается 80-сильный движок, с которым состыкована 5-ступенчатая механика. Машину, разработанную подмосковным АКБ «Техника», будут использовать штурмовые отряды сил специальных операций. К месту проведения этих операций Сарматы можно будет перебрасывать по воздуху на внешней подвеске вертолетов. Добавим, что армейская новинка способна перевозить грузы до 600 килограммов. В недавних учениях принимала участие трехместная версия, укомплектованная пулеметами и гранатометами. Следующая новость армейского толка пришла из соседней Украины, где тамошние военные призвали местных промышленников как можно скорее разработать легковой автомобиль повышенной проходимости. С заданием справилась лишь фирма «Украинская бронетехника», выкатившая слегка доработанный Toyota Hilux под названием «Сайгак». При этом представители компании гордо отметили, что автомобиль удалось создать в рекордные сроки. Кстати, с тюнингом украинской бронетехнике помогла чешская Glomix, что давно дорабатывает японские Hilux для европейских военных. Такие пикапы поставляются вооруженным силам Польши, Чехии и Словакии, а также македонской Mission. Станут ли «Сайгаки» заменой старым УАЗиком — не объявлено. Но стоит такая машина явно недешево. Впрочем, в последнее время украинские военные не особо экономят имеющиеся бюджеты. Скажем, войскам связи и кибербезопасности приглянулись корейские Kia KM450. Это лицензионная версия древнего американского пикапа Kaser Jeep M715.